Во имя Аллаха Милостивого и Милующего, хвала Аллаху Господу миров и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, а также его род и всех его сподвижников. О Аллах, прости нас, наших родителей, нашего шейха, присутствующих и всех мусульман. Это 14-е собрание на тему разъяснения книги Китабу-Таухид за авторством шейху л'Ислама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба «Да помилует его Аллах». Сегодня Магреб, понедельник 12-го, Раби Уссани, 1433 года по хиджри. Разъяснять будет уважаемый шейх и наш родитель Салих ибн Мухаммад аль-Люхайдан «Да хранит его Аллах и да покровительствует ему». Глава 31. Слова Аллаха «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха». Автор «Да помилует его Аллах» сказал, глава о словах Всевышнего Аллаха «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха». Также он сказал, «Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля застоев, которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, его посланник и борьба на его пути, то ждите, пока Аллах не придется своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей». От Анасада будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, своих детей и всех людей вообще». Хадис привели двое. Они же приводят от него, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами. Любит Аллаха и посланника его больше, чем все остальное, любит того или иного человека только ради Аллаха, и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь». И не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь. В другой версии говорится, «Никто не ощутит сладость веры пока». И до конца. От Ибн Аббаса, да будет доволен имя обоими Аллах, передается, что он сказал, «Тот, кто любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, дружит ради Аллаха и враждует ради Аллаха, тот заслужит покровительство Аллаха». Раб никогда не ощутит вкус своей веры, даже если у него будет много намазов и поста, пока он не будет таким. Чаще всего люди становятся братьями друг к другу из-за чего-либо мирского, а это не дает человеку ничего. Приводит Ибн Джарир. Ибн Аббас о словах Аллаха. Связи между ними оборвутся. Сказал, связь – это любовь. «Во имя Аллаха, милостивого и милующего, хвала одному Аллаху и да благословит Аллах того, после которого не будет пророка, нашего господина и пророка Мухаммада, салли Аллаху алейхи ва салям, а также его род, сподвижников и тех, кто шел по его пути и руководствовался его руководством до дня суда, а затем». Как известно, эта книга, Китабу-т-Таухид, рассматривает вопросы единобожия. Исправление поклонения Аллаху, Велик Он и Возвышен, и разъяснение того, что может ему противоречить. Вся книга от начала и до конца посвящена этим вопросам. Также нет сомнений, что эта книга – одна из самых ценных книг, существующих на эту тему. Да пребудет над шейхом милость Аллаха, и мы просим Аллаха о том, чтобы Он воздал Ему наилучшим. Также мы просим Аллаха, Велик Он и Возвышен, о том, чтобы мы могли совершать благодеяния, которые приблизят нас к милости нашего Господа и отдалят нас от Его гнева. Глава начинается с аята. Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их. Если человек любит кого-то или что-то, и это его любовь, не вытесняет любовь к Аллаху, то в этом нет греха. Человек любит, когда внезапности и происшествия этого мира не касаются Его. Человек любит получать то, что хочет из того, что поможет ему повиноваться Аллаху. Человек может любить, но его любовь никогда не должна сравняться с его любовью к Аллаху и его посланнику. Салли Аллаху алейхи ва салям. Что касается тех, кто приобщает к Аллаху равных, то очевидно, что это и есть ширк. Пророк салли Аллаху алейхи ва салям, когда один человек сказал ему некоторые слова, спросил у него, «Неужели ты сделал меня равным Аллаху?» Когда его спросили о том, какой грех является самым великим, он ответил, «Приравнивание кого бы то ни было к Аллаху, который создал тебя». То есть, когда ты делаешь его равным Аллаху. Никто не равен Аллаху в существовании. Все существующее создано им, причистуны возвышен. Всякое благое от его милости, а зло, не отстраняется никак, если он, причистуны возвышен, не пожелает. Поэтому человек, если он склоняется к кому-либо и хорошо к нему относится, то он должен быть осторожен и не допускать того, чтобы его любовь к творению не стала вытеснять любовь к Аллаху великому и возвышену. То, что будет упомянуто дальше, даст пояснение многим вопросам. Человек должен следить за собой и смотреть, если у него любовь к кому-либо, которая вытесняет собой повеление Аллаха или побуждает к совершению того, что Аллах запретил. Человек может думать, что вопрос заключается только в любви и что это не более чем чувство. Нет, за этим следует необходимость следить за подчинением приказам и отстранением от запретов. В надежде на награду за отстранение и страхи перед наказанием за пренебрежение. Итак, человек должен следить за собой. Конечно, человека будут настигать различные мысли и тому подобное. Но человек должен крайне внимательно следить за своими желаниями, так как желания часто вводят человека в заблуждение. Аллах великому и возвышен сказал Дауду, «И не потакай порочным желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха». И до конца аята. Если человек приучит себя проверять свои желания и чувства во всех ситуациях, то какими бы сильными не были желания и какими бы сильными не были чувства по отношению к кому-либо из творений, то он посмотрит, равны ли они тому, что повелел Аллах. Равноценны ли они греху за совершение того, что Аллах запретил? Человек обязан относиться к себе искренне. Слова Всевышнего Аллаха. «Скажи, есть ли ваши отцы, ваши сыновья?» И до конца аята. Аллах перечислил родственников человека, тех, у кого с ним есть связь, и то, что связано с получением имущества и имуществом. Будете ли вы использовать это для повиновения Аллаху, или вы сделаете их равными повиновению Аллаху? Если это так, то ждите вознаграждения Аллаха. Воздаяние за ослушание Аллаха и его мучительность и сила будет зависеть от ослушания, и его он найдет в последнем мире. Если только Аллах не проявит по отношению к своему рабу доброты, защитит его и внушит ему благоразумие, искренность в раскаянии и стремлением пытаться смыть с себя следы грехов. При сопоставлении желаний человека и любимых ему он должен вспоминать о повелениях Аллаха и его запретах. Если он увидел, что любовь, какой бы сильной она ни была, никак не противодействует повелениям Аллаха и запретам Аллаха и не достигает той степени, при которой она отталкивала бы его от повиновения Аллаху или подталкивала его к совершению того, что он запретил, то в такой любви нет греха. Если Аллах направит человека к тому, чтобы он следил за собой, то с позволения Аллаха он преуспеет. Но это невозможно без обращения к Аллаху, велик он и возвышен, и искренних просьбах о том, чтобы он его защитил, так как никто не защищен, кроме тех, кого защитил Аллах. Хадис Ана-Сада будет доволен им Аллах, не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца и своих детей и всех людей вообще. Человек по своей природе любит свою семью, детей, родителей, брата, сестру, тех, от кого он получает пользу, или кто помогает избавиться от дурного. Но любовь к ним не должна превосходить любовь к тому, от которого нисходит всякая милость. И благодаря милости и предопределению которого люди избавляются от всякого зла. Поэтому человек должен постоянно наблюдать и видеть, когда его желания выступают в противоречии с тем, что пожелал Аллах, велик он и возвышен. Будет ли человек пытаться найти оправдание или найти способ не злить своего товарища или родственника? Если человек хочет дать своему товарищу что-то полезное и избавить его от чего-либо дурного, то повеление Аллаха, велик он и возвышен, и его посланника, салля Аллаху алейхи ва салям, и повиновение Аллаху и его посланнику, салля Аллаху алейхи ва салям, должны быть превыше всего остального. Хадис о трех качествах. Вкус веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами. Или, как в другой версии, сладость веры ощутит тот. У веры есть вкус, и у нее есть сладость. И этой сладости не достичь без некоторой горечи. Так как придется терпеть неприятности, терпеть, лишая себя того, что ты хочешь ради повиновения Аллаху велик он и возвышен. И в надежде на его награду. Итак, такой человек обладает следующими качествами. Любит Аллаха и его посланника больше, чем все остальное. Любит того или иного человека только ради Аллаха. Это не значит, что он его ненавидит, но он его любит. И это любовь ради Аллаха. Из-за того, какие качества у этого человека. Так как он постоянно повинуется Аллаху. Искренне желает получить его довольство. Так как все благо исходит от него. И остерегается его разгневать. Так как все в его власти велик он и возвышен. Любит того или иного человека только ради Аллаха. Эта возвышенная любовь существует не ради чего-то мирского. Или ради дружбы, приятной ему. Или чего бы то ни было другого. Эта любовь из-за того, из-за того влияния повиновения Аллаху на него, которое он видит. Искреннего выполнения повелений Господа Велик он и возвышен. И искреннего отстранения от того, что он запретил. Это причина его любви. И это полезная любовь. Для человека, естественно, любит того, кто отнесся к нему хорошо. И, естественно, любит того, кто отнесся плохо. Но окончательным критерием, по которому должна определяться любовь, должно быть то, что связано с тем, что пожелал Аллах, Велик он и возвышен, и его посланник, саллиллаху алейхи ва саллим. Третьим качеством в этом хадисе является то, что человек, которого направил Аллах, должен не желать вернуться в заблуждение и грех, так же сильно, как не желает быть брошенным в огонь. Ни один разумный человек не хочет быть брошенным в огонь. Страх огня – естественный страх, заложенный в сынов Адама с рождения. Даже животным свойственно не совершать того, что навредит им. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи ва саллим, сказал, не желает возвращаться к совершению так же, как не желает быть ввергнутым в огонь. Эти три качества должны правильно объединиться в человеке. Во-первых, Аллах и его посланник должны быть более любимыми для него, чем все остальные. Как этого добиться? Если он обнаружит, что повеления Аллаха и его посланника стоят выше повелений всех остальных, отца и матери, брата и сестры, жены и ребенка, то его любовь правдива. Он должен добиться этого, не просто бояться, а бояться и надеяться. Бояться того, что он накажет его и надеяться на то, что он простит ему. Также он должен благодарить Аллаха, велик он и возвышен, за его милости. Любит Аллаха и его посланника больше, чем все остальное. Что касается того, чтобы Аллах и его посланник стали для него более любимыми, чем кто-либо другой. То, как человек совершает грех, если знает, что это грех, льстит там, где он не должен делать этого и ищет довольство людей, даже если он разгневает этим Аллаха и любит врагов Аллаха. Если он будет делать подобное, то его заявление о любви неправда. Поэт сказал, «Ты любишь моего врага, а затем считаешь, что я любим тобой? Поистине твои слова бессмысленны, то есть далеки от тебя». Настоящая любовь – это любить объект любви и любить то, что любит объект твоей любви. Аллах любит, когда его раб идет по прямому пути, будучи добродетельным, целомудренным, благородным, добрым по отношению к рабам Аллаха и искренним в ревности за запрещенное Аллахом. Много людей говорят, что любят пророка саллиллаху алейхи вассалям. Они говорят, «Мы любим посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям». Некоторые из-за невежества называют его «хабиб», хотя сподвижники никогда так к нему не обращались. Они обращались к нему со словами «О посланник Аллаха!» «О пророк Аллаха!» Что касается этих суфистов, которые говорят «хабиб», «хабиб», то если бы это имя было бы лучше, совершеннее и красноречивее, то сподвижники точно использовали бы его так, как они разбирались в арабской речи. Любовь к посланнику Аллаха саллиллаху алейхи вассалям это когда человек слышит приказ посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям и не видит для себя иного выхода, кроме как слушать и повиноваться. Если же он скажет, «Нет, Зейд разозлится», или «Убейд разозлится», или же «Жена разозлится», или «Люди начнут спрашивать о причине, скажут то-то и то-то», или «Мы станем совсем замкнутыми» и так далее. Аллах сказал, «Воистину, среди ваших жен и ваших детей есть враги вам». Если человек рассмотрит свою любовь и поймет, что выполнение повеления Аллаха, выполнение повеления его посланника саллиллаху алейхи вассалям и отстранение от того, что запретил Аллах или его посланник саллиллаху алейхи вассалям выше всего остального, то он, правдив в своем заявлении о любви. А что касается слов «любит того или иного человека только ради Аллаха», то вы можете увидеть, что такой любви немного. Один вопрос. Если человек избегает нарушения повеления Аллаха и его посланника саллиллаху алейхи вассалям, другой, если человек любит человека не потому, что он его родственник, хоть любовь к родственникам относится к поддерживанию родственных связей, не из-за выгоды, такой как имущество, положение или что-то иное, которое от него получает, хоть человеку и следует благодарить за блага, верующий не должен отрицать блага. Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха. В то же время он должен понимать, что все, что он получает от людей, в итоге возвращается к Аллаху. Любит Аллаха и его посланника больше, чем все остальное. Узнать об этом легко. Следует лишь посмотреть, какова дистанция между тобой и повелениями, и между тобой и запретами. При этом ты должен наслаждаться обоими из этих двух. Когда ты выполняешь повеления, ты чувствуешь радость и удовлетворение, так как ты выполнил то, что приказано. И ты чувствуешь удовлетворение и радость от того, что оставил, то, что тебе запрещено, так как Аллах направил тебя к тому, чтобы ты воздержался от того, совершения чего Аллах не желает от тебя. Что касается слов «любить того или иного человека только ради Аллаха», то есть одна история, которая приводится в Сахихе и других сборниках. Среди тех, кто жил до нас, один мужчина однажды отправился в другое селение для того, чтобы навестить другого человека. Аллах отправил к нему ангела в образе человека, который встретил его на дороге. Он спросил человека «Куда ты идешь?» Он ответил «Я иду в такое-то селение». Тот спросил «Зачем?» Он ответил «Чтобы навестить своего брата». Ангел спросил «Неужели у тебя есть благо, которое ты увеличишь при нем? То есть ты к нему идешь, чтобы заработать?» Он ответил «Нет». Тот спросил «А почему ты его полюбил?» Он ответил «Я полюбил его ради Аллаха Велик Он и Возвышен». Ангел сказал «Я посланник того, ради которого ты его полюбил. Аллах любит тебя за твою любовь ради него. Да, благодетельствует вас Аллах!» От Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передается, что он сказал «Тот, кто любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, дружит ради Аллаха и враждует ради Аллаха, тот заслужит покровительство Аллаха. Раб никогда не ощутит вкус своей веры, даже если у него будет много намазов и поста, пока он не будет таким». Чаще всего люди становятся братьями друг к другу из-за чего-либо мирского, а это не дает человеку ничего. Я думаю, что последние слова – это слова передатчика этих слов. Если это и слова передатчика, то он один из таби'инов. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, засвидетельствовал, что сподвижники – лучшие люди после пророков, засвидетельствовал, что таби'ины – лучшие люди после сподвижников, и засвидетельствовал, что последователи таби'инов – лучшие люди после таби'инов и сподвижников. Если уже в то время, примерно в первый век по хиджре, большинство людей, ситуация была такой, как сказано в этих словах, то что можно сказать о сегодняшнем дне? Если бы Аллах, Велик Он и Возвышен, наказывал людей за все нарушения, совершения запретного и упорства в нежелательном, что происходит на земле, то он никого бы не оставил на ней. Но Аллах, Велик Он и Возвышен, Добрый, Ведающий. Он любит миловать, любит вознаграждать и прощать. Упомянутые слова Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, это часть смысла хадиса о трех качествах, упомянутого ранее, так как в хадисе, помимо всего, есть слова не желает возвращаться к неверию, так же, как не желает быть брошенным в огонь. Мусульманин, который совершал различные грехи и множество разных видов нечестия, совершал сомнительные поступки а затем, по наставлению Аллаха, отказался от этого, отстранился от злодеяний и попытался подготовиться к будущему. Как говорится в аяте, «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день». И успеть совершить что-то для будущего достоин того, чтобы Аллах направил его. Такой человек получит то, о чем говорил Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах. Вера включает в себя более 70 ответвлений и мало тех, кто воплотил в себе все ее ответвления. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул веру и сообщил, что высшая степень веры – это слова «нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха» и пониманием их значения, применением в делах. Затем он сказал, «высшая из которых слова «ля айляха» и «ля Аллах», а низшая – устранение препятствия с дороги и стыдливость одной из ответвлений веры. Воплотить все ее ответвления непросто, подобно тому, как и воплощение в себе всех видов упования. Этого добились немногие из людей, пророки и немногие из числа их последователей. В то же время человек может обрести много блага, проявляя любовь к богобоязненным людям за то, что они богобоязнены и к сподвижникам, так как они сподвижники Мухаммада саляллаху алейхи вассалям. В таком случае, возможно, человек попадет под хадис, в котором пророку саляллаху алейхи вассалям сказали, «Человек любит некоторых людей, но еще не присоединился к ним». На что он сказал, «Человек с теми, кого он любит». Но человек должен посмотреть, в чем причина этой любви. Если причиной является благо, и следование прямому пути, которое в них есть, то если пожелает Аллах, это поведет человека к тому, что он станет лучше. Да, благодетельствует вас Аллах. Ибн Аббас, о словах Аллаха, связи между ними оборвутся, сказал, «Связь – это любовь». Среди пренебрегающих повелениями Аллаха, Велик Он и Возвышен, и Его посланника, саляллаху алейхи вассалям, также есть дружба. Возможно, многие из присутствующих знают случаи, когда люди были друзьями, но затем стали врагами. Но любовь, которая не исчезнет, это любовь, основанная на истине и прямом пути. Другие мотивы, такие как мирские цели, желание получить мирское, даже наперекор по велению Аллаха и Его посланника, саляллаху алейхи вассалям, ни к чему не приведут. Эти связи оборвутся, подобно веревкам. Люди, когда черпают воду из колодца, привязывают ведра к веревкам. Если они оборвутся, то даже если они будут видеть воду, то не смогут достать ее из колодца. Связи между теми, о которых сказал Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, оборвутся тогда, когда они будут нуждаться в связях больше, чем когда бы то ни было. Но в тот день они оборвутся и больше никогда не будут восстановлены. Просим Аллаха о том, чтобы Он не наслал на нас ничего из этого. Автор да помилует его Аллах сказал, В главе разбираются следующие вопросы. Первый – толкование аята из суры Аль-Бакара. Второй – толкование аята из суры Аль-Бара. Аят из суры Аль-Бара – это слова. Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. А аят из суры Бара – это слова. Скажи, есть ли ваши отцы, ваши сыновья? В этих важных вопросах рассматривается смысл обоих аятов. В этих аятах говорится о любви к Аллаху, которая влияет на его деяния. Если человек говорит, что любит Аллаха, а затем ослушается его, или что он любит посланника Аллаха, а затем ослушается его, совершает запрещенное им и игнорирует его повеление, то деяния противоречат его заявлениям о любви. Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете. Третий – обязательность любить посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям больше, чем себя, семью и имущество. Так нам сказал посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. Также надо помнить, что именно посланник Аллаха саллиллаху алейхи вассалям был причиной, по которой мы узнали обо всяком благе. Именно он является тем, кто довел до нас послание Аллаха. Умар – лучший человек этой общины после ее пророка саллиллаху алейхи вассалям и абу-вакра ас-сиддыка, да будет доволен им Аллах. Он сказал пророку саллиллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я люблю тебя больше всех, кроме самого себя». Пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, «Нет, даже больше, чем самого себя, о Умар». Тогда он сказал, «Клянусь Аллахом, сейчас ты для меня более любим, чем я сам». Пророк саллиллаху алейхи вассалям сказал, «Вот теперь, о Умар». Поэтому эта любовь сподвижников к посланнику Аллаха саллиллаху алейхи вассалям побуждала их защищать его ценой собственной жизни. Когда его обстреливали стрелами, сподвижники закрывали его саллиллаху алейхи вассалям телами, как будто они были его кольчугой. И каждый из них надеялся, что стрела попадет в него, а не в посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям. К таким поступкам их побуждала только искренняя любовь к Аллаху, велик он и возвышен, и искренняя любовь к его посланнику саллиллаху алейхи вассалям. Ведь именно посредством посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассалям Аллах спас их от ширка, из-за которого они в конце концов стали бы растопкой для ада. Аллах направил их на прямой путь посредством него. И это делает его достойным того, чтобы человек желал стать не таким же, какими были они, но похожим на них. Четвертый, отрицание веры не указывает на выход из ислама. Множество грехов, совершаемых человеком, заставляют веру человека покинуть его. В достоверном хадисе говорится, когда прелюбодей совершит прелюбодеяние, верующим он не является. И когда вор совершает кражу, верующим он не является. И когда человек пьет вино, верующим он не является. И когда грабитель силой отнимает у кого-то что-нибудь ценное на глазах у людей, верующим он не является. Но суть веры в человеке остается, так как если ее не остается, то все деяния станут тщетными. Поэтому от тщетности деяния говорится, когда человек становится неверным. Например, если ты станешь приобщаться товарищей, то тщетными будут твои деяния. Также деяния становятся тщетными при оставлении обязательных деяний с уверенностью не совершать их. В Сахихе приводится, что деяния того, кто оставил Аср, тщетны. Этот хадис приводится в Сахихе Аль-Бухари и других сборниках. В другом достоверном хадисе с похожим смыслом говорится, тщетным окажутся дела того, кто оставил молитву. Оставил, то есть не совершил, будучи уверенным, что он не будет его совершать и что он оставит его. В таком случае его деяния станут тщетными. Если он раскается, то Аллах, принимающий покаяние и милующий. А если нет, то его деяния останутся тщетными, а его исходом будет попадание в ад. Просим у Аллаха благополучия. Пятый. У веры есть сладость, которую человек может ощущать, а может и не ощущать. Так сказано в хадисе. В хадисах говорится, вкус веры почувствует тот, а также сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами. Но разве не должны люди оставить грехи для того, чтобы действительно ощутить ее вкус и почувствовать его. человек читает намаз и получает за него только десятую часть награды. Шайтан передвигается по жилам человека. Шайтан пускает на людей свою конницу и пехоту. Шайтан научает человека во время намаза и напоминает ему о том, о чем он не помнил «до намаза». А если помнил «до намаза» делает так, что эта вещь начинает крутиться у него в мыслях до такой степени, что тот забывает, как молиться. Если человек хочет насладиться вкусом веры, то пусть посмотрит на свои чувства при выполнении поклонений должным образом. Становится ли его сердце радостным и удовлетворенным? Или же он ждет, когда закончится намаз, чтобы пойти заниматься своими делами? Нет сомнений, что Аллах не требовал у нас полностью оставить свои дела, но в то же время он велел нам бояться его, причист он и возвышен. Он не запрещал нам брать нашу долю из этого мира. Шестой. Покровительства Аллаха нельзя добиться без четырех деяний сердца, и без них человек не будет ощущать сладость веры. Ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, упомянул четыре вещи. Любовь ради Аллаха, вражда ради Аллаха и так далее. Если человек ненавидит кого-то, то его ненависть не основана на том, что тот человек не дал ему чего-либо или отсрочил то, что тот ждал от него или не дал ему того, что от него ожидалось, чем бы это ни было. Если человек кого-то возненавидел, то его ненависть должна быть основана на повелении Аллаха и его посланника, салляллаху алейхи ва салям. А если полюбил, то его любовь должна быть основана на том, насколько он повинуется Аллаху и его посланнику, и насколько оставляет то, что запретил Аллах и его посланник. Если все четыре вещи будут воплощены в человеке, то человек почувствует сладость веры и сладость повиновения Аллаху и его посланнику. Поэтому ты, о мусульманин, нуждаешься в том, чтобы постоянно проверять свои чувства и желания. Если ты хочешь сказать что-то, то подумай. Если в этих словах то, чем будет доволен Аллах, велик он и возвышен, и чем был бы доволен посланник Аллаха салляллаху алейхи ва салям. Если есть, то поспеши, но проявляй мудрость в произнесении и выслушивании, в молчании и высказывании. Если же нет, то человек нуждается в укреплении защиты своего языка. Пророк, салляллаху алейхи ва салям, в хадисе Муаза сказал, не поведать ли тебе о главной части всего этого? Я сказал, да, у посланника Аллаха. Тогда он взялся за свой язык и сказал, придерживай у себя это. Я сказал, о пророк Аллаха, так с нас и в самом деле спросится за то, что мы говорим. Он сказал, да лишится тебя твоя мать. Разве будут ввергать людей лицами или носами в огонь за что-либо, кроме клеветнических речей? Человек должен контролировать свой язык. Перед тем, как что-то сказать, он должен подумать. Есть ли в этих словах повиновение Аллаху? Если так, то будет ли мудро произнести эти слова в этой ситуации? И не повлечет ли это за собой что-то хуже, чем есть сейчас? Если он произнесет, то должен говорить, надеясь на довольство Аллаха. Если же он оставит эти слова, то он оставляет их потому, что боится, что эти слова повлекут за собой то, из-за чего Аллах разгневается, его основной заботой и целью должно быть то, чтобы стать действительно близким к Аллаху, велик он и возвышен. Седьмой. Понимание сподвижников, действительности в словах, чаще всего люди становятся братьями друг к другу из-за чего-либо мирского. Это слова Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, переданные другим передатчикам. Нет сомнений, что сподвижники обладали более точным пониманием и лучше знали, что имел в виду Аллах и его посланник, салляллаху алейхи ва салям, и лучше понимали суть веры. Если последние слова произнес передатчик, то им был один из учеников-сподвижников, которые также очень хорошо знали арабский язык. У них не было правил языка, основ фикха и тому подобного. Все это было закреплено у них в разумах и их понимании. Даже арабскую грамматику разработали не они. Один сказал, когда его обвинили в ошибке, «Мы должны говорить, а вы объяснять». Аль-Фараздак однажды высмеял Абдуллаха Аль-Хадрами, который был вольноотпущенником. Тогда он, Абдуллах Аль-Хадрами, сказал, что тот ошибся в одном из слов, так как Аль-Фараздак сказал, «Если бы Абдуллах был вольноотпущенником, то я бы высмеял его, но он вольноотпущенник слуг». Тот ответил, что это слово, «Мавалиян», ошибка. Надо было сказать «Мавалин». Когда об этом узнал Аль-Фараздак, он сказал, «Мы должны говорить, а вы объяснять причины». Да, благодетельствует вас Аллах! Восьмой, толкование слов, связи между ними оборвутся. Имеется в виду, что между ними оборвется всякая надежда, связывающая их. Нет никакой надежды на то, что они смогут избавиться от тех ужасов, к которым они направляются, так как они не приготовились к этому, когда были дни деяний. Дни деяний они провели, забавляясь, играя и проявляя беззаботность. Как будто не знали истории тех, кто был до нас. Как будто они не знали, что наказание Аллаха приходило внезапно, когда они забавлялись, совершали то, что Аллах, Велик Он и Возвышен, запретил, и издевались над теми, кто звал их к Аллаху. Просим у Аллаха о том, чтобы Он хранил для нас нашу религию и безопасность. Десятый. Среди язычников есть те, кто сильно любит Аллаха. Да, они любят Аллаха. Язычники знают, что все пропитание от Аллаха Велик Он и Возвышен. Поэтому в Коране часто встречаются аяты, начинающиеся со слов. Если ты спросишь их, их ответ на все эти вопросы один. Аллах. Но шайтан соблазнил их и сказал, то, что вы предаете Аллаху со товарищей, делается для того, чтобы они заступились за вас. Они сказали, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Если шайтан не может сбить человека с пути полностью, он делает так, чтобы он поскользнулся на своем пути, из-за чего в итоге он упадет в пропасть, из которой он, возможно, не выберется. Десятый. Угроза тем, для кого восемь вещей любимы больше, чем своя религия. Здесь имеются в виду вещи, упомянутые Аллахом в упомянутом аяте, где есть слова, приобретенное вами имущество, и так далее. Если эти вещи более любимы для него, чем религия, то он погубил свою долю. Сколько бы мирского человек не приобрел, все это станет причиной его несчастья, если приобретенное им не было на пути обретения счастья в последнем мире. Когда будут показаны деяния, розданы свитки, а люди возьмут свои книги в правую или левую руку. В суре Аль-Хакка приводятся слова человека «Лучше бы мне не вручали моей книге, не знать бы мне, каков мой счет». Просим у Аллаха благополучия. Просим у Аллаха о том, чтобы мы оказались из числа тех, кто скажет «Вот, прочтите мою книгу». «Да, благодетельствует вас Аллах. Одиннадцатый и последний. Тот, кто любит кого-либо так же, как Аллаха, совершает большой ширк». В этом нет сомнений. Кто любит творение так же, как Аллаха, тот приравнял его к Аллаху. Приравнивание кого бы то ни было к Аллаху, который создал тебя. Творение ничего не творит. Ни пропитание, ни победы без того, чтобы это было предопределено Аллахом. Но шайтан стремится выполнить свою цель. А сыны Адама беспечны. Шайтан поклялся Аллаху, что собьет с прямого пути всех, кроме некоторых искренних или избранных рабов Аллаха. Просим Аллаха о том, чтобы мы стали одними из его искренних или избранных рабов.